Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые родители! Мы начинаем урок обучения грамоте в первом классе. Тема нашего урока – слог, ударение, деление слов на слоги. Ребята, сегодня на уроке мы с вами узнаем, какие же согласные называются звонкими, а какие глухие, а также закрепим знания, которые вы изучили на прошлом уроке. Вспомним, что такое слог, что такое ударение и будем упражняться в делении слов на слоги. Девиз нашего урока, ребятки, вот звонок нам дал сигнал. Поработать час настал, так что время не теряем и работать начинаем. Ребята, дома вы должны были составить схемы к словам, выделить гласные и согласные звуки, а также разделив на слоги, расставив ударение в словах «буратино», «школа», «ворона». Я уверена, что каждый из вас отлично справился со своим заданием. Проверим? Посмотрите, ребята, кого мы видим? Совершенно верно, это «буратино». Дома вы разделили слово «буратино» на слоги. И у вас получилось в слове «буратино» правильно, 4 слога. А какой же слог у вас ударный? Совершенно верно, ударный у вас, ребятки, третий слог. Давайте вместе его произнесем. Буратино. Проверили? Молодцы. А мы работаем дальше. Следующее слово, ребята, это слово «школа». Посмотрите, какая красивая школа у нас на экране. Я думаю, что и вы учитесь в таких же прекрасных школах. Ребятки, попробуем разделить слово «школа» на слоги. Правильно, в слове «школа» у нас потренировались «школа». Два слога. И ударный у нас какой слог, ребята? Совершенно верно, ударный у нас первый слог. Проверяем дальше. Кто это, ребятки? Умнички, это «черная ворона». Ребята, посмотрите, сколько слогов в слове «ворона» у вас получилось? Тоже три. Молодцы. И какой же слог у вас ударный? Совершенно верно, ударный у вас второй слог «ворона». Произнесите вместе со мной «ворона». Умнички. А сейчас, ребята, мы вспомним, о чем вы говорили на прошлом занятии. Будьте внимательны. Речь наша состоит из предложений. Предложения состоят из слов. Слова делятся на слоги, а слоги состоят из звуков и букв. Ребятки, когда вы выполняли задание на дом, посмотрите, вы выделяли звуки. Каким же цветом вы выделяли гласные? Конечно же, красным. Каким же цветом вы выделяли твердые согласные? Какого цвета квадратик? Синий. Молодцы. И, конечно же, мягкие согласные вы выделяли зеленым цветом. Ребятки, а сейчас, пожалуйста, откройте наши любимые буквари. Вы уже открыли. Открыли все страничку 10. И мы с вами работаем по учебнику. У вас в букваре, ребятки, на страничке 10 есть чудесный замок. А вы знаете, как он называется, ребята? Я вам подскажу. Этот замок называется Ударение. И мы сегодня с вами совершим путешествие по этому замку. Ребятки, значит, вы уже догадались, что это замок, который называется Ударение. А что же висит на чудесных воротах этого замка? Совершенно верно. Это, ребята, замок. Ребятки, посмотрите внимательно на первую схему слова. Что мы видим? Давайте произнесем. ЗАМОК. Какой слог мы выделяли? Совершенно верно. В слове ЗАМОК, ребята, два слога. И мы с вами выделили первый слог. Теперь составим схему слова. Сколько же звуков? Звуков тоже пять. В слове ЗАМОК у нас два слога. Первый звук у нас звук З. Повторите вместе со мной З. Мы его выделили синим цветом, потому что он у нас твердый. Следующий звук. Посмотрите, как я буду его тянуть. ЗАМОК. Вы помните, что гласные звуки мы поем. И, конечно же, выделяем красным цветом. Следующий звук. М. М. И он у нас тоже согласный. И выделили мы его синим цветом. Почему? Потому что это твердый согласный звук. Дальше, ребятки. Четвертый. ЗАМОК. После звука М мы слышим звук О. Ну-ка. О. Молодцы, ребята. Звук О тоже можно пропеть. Это тоже гласный звук. И, конечно же, вы в этой схеме выделите его тоже красным цветом. И у нас остался еще один звук. ЗАМОК. Это, ребята, звук К. Повторите за мной. Ребята, при произношении звука К на пути встречается преграда. Вы знаете, что при произношении согласных воздух на пути встречает преграду в виде губ, зубов и языка. И, конечно же, нам тоже сложно произносить звук К. Он тоже согласный звук. А какой он? К. Правильно. Он у нас тоже твердый согласный. Потому что мы его произносим как? Твердо. Ребятки, послушайте стихотворение. Мы в слове слог УДАРНЫЙ найдем элементарно. А когда его найдем, громче всех произнесем. Ребята, какой звук мы сегодня произносили в слове ЗАМОК с большей силой? Совершенно верно. Конечно же, звук А. И этот звук у нас УДАРНЫЙ. Еще раз запоминаем, что в слове ЗАМОК УДАРНЫЙ у нас первый слог. Ребята, на двери ЗАМКА у нас висел ЗАМОК. Посмотрите, это ЗАМОК. Сколько звуков мы слышим в слове ЗАМОК? ЗАМОК. Приложили свою ладошку ЗАМОК. Сколько раз ваш подбородочек коснулся ладошки? Два раза, значит, в слове два слога. Посмотрите, не забывайте, что длинная линия делит один слог от другого. Итак, в слове ЗАМОК у нас было два слога, и в слове ЗАМОК тоже два слога. Ребята, сейчас давайте поставим ударение в этом слове. ЗАМОК. ЗАМОК. Какой звук я произношу с большей силой? Я произношу с большей силой звук О, а он у нас находится во втором слоге. Давайте сейчас составим схему. Она, ребятки, есть у вас в учебнике. З – у нас твердый звук. Звук З – мы его выделили синим цветом. А – в слове ЗАМОК у нас гласный. М – у нас твердый замок. ЗАМОК. Тянем гласный звук. Он у нас, конечно же, гласный. И последний звук в этом слове – звук К. Повторили. К. Какой он у нас, ребятки? Совершенно верно. Звук К у нас твердый согласный. Он тоже на пути встречает преграду, правильно? Ребята, посмотрите. Делаем вывод, что в слове ЗАМОК у нас ударный второй слог. Запомнили? Молодцы. А сейчас, ребятки, посмотрите внимательно на две схемы. Это у нас ЗАМОК и это схема к слову ЗАМОК. Это у нас ЗАМОК. Здесь схема к слову ЗАМОК. Ребята, какой слог вы выделяли в первом слоге? Конечно же, вы выделяли первый слог, выделяли гласный А. ЗАМОК. ЗАМОК. Молодцы. А во втором слове вы выделяли второй слог. ЗАМОК. Молодцы, ребятки. Какой же вывод мы можем с вами сделать? Умнички! Чтобы понять значение слова, мы должны расставить в этом слове правильно ударение. Вы уже знаете, что ударение, ребята, это выделение голосом гласного звука в ударном слоге. Постарайтесь запомнить это правило и не забывать. Ударный слог, ударный слог. Он назван так недаром. Эй, невидимка, молоток, отметь его ударом. И молоток стучит, стучит. И четко речь моя звучит. Ребята, от того, как вы будете расставлять ударение в словах, будет зависеть, какая будет у вас речь. Посмотрите, в слове ЗАМОК у нас ударный первый слог и молоточек у нас стучит. По какому слогу? По первому слогу, по гласному звуку А. Во втором слове, слове ЗАМОК, ударение у нас падает на второй слог и молоточек стучит по гласному О. Я думаю, что вам понятно, ребята, чем отличается слово ЗАМОК от слова ЗАМОК. Конечно же, от того, как вы правильно расставили ударение, зависит смысл слова. Слово ЗАМОК и слово ЗАМОК. Смысл слов изменился. Ребятки, сейчас мы с вами будем тренироваться в постановке ударения. Посмотрите, что вы видите на экране. Я думаю, что каждый из вас учится в таком же чудесном классе. Ребята, а что есть у вас в классе? Умнички! У вас в классе есть столы, стулья, шкафы. Посмотрите, какие они чистые, аккуратные. Я думаю, ребята, что каждый из вас будет обязательно беречь школьную мебель, потому что портить ее нельзя. Ребятки, давайте все произнесем вместе со мной дружненько слово МЕБЕЛЬ. МЕБЕЛЬ. Посмотрите, какой слог я тянула. МЕБЕЛЬ. В слове МЕБЕЛЬ у нас посчитали сколько слогов? Конечно же, посчитали. Я уже вижу через свое волшебное зеркало, что каждый из вас посчитал, что в слове МЕБЕЛЬ у нас целых два слога. Делаем вывод, ребята, ударение всегда падает на гласный звук. Он называется ударным, а гласные, на которые не падает ударение, конечно же, у нас называются безударными. Ребята, в ваших букварях тоже есть картинка. Посмотрите, как можно назвать еще раз все эти слова? Ну, конечно же, словом МЕБЕЛЬ. Это у нас стул, это у нас письменный стол, а это шкаф. Ребята, посмотрите, мудрые слова не знают, что общего у всех этих слов. Совершенно верно, в каждом из слов всего один слог. Ну-ка, давайте вместе потренируемся. СТУЛ. СТУЛ. Сколько раз подбородочек коснулся вашей ладошки? Один. Значит, в слове СТУЛ один слог. Далее СТОЛ. СТОЛ. Сколько раз коснулся подбородочек? Тоже один. И в слове положили ладошку. ШКАФ. ШКАФ. Тоже один слог. Ребята, не забывайте о том, что мебель, которая есть у вас в школе дома, нужно обязательно беречь. А сейчас, ребята, давайте разгадаем вместе с вами загадку. Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья. Посмотрите, ребята, эта красавица перекрасила листья даже на моем столе. Догадались, что это, ребятки? Умнички! Конечно же, это золотая осень. Посмотрите, какая чудесная осень. Следующая загадка. Мочит поле, лес и луг. Город, дом и все вокруг. Облаков и туч он вождь. Ты же знаешь, это... Верно, ребята, это дождь. Посмотрите, капают капельки дождя. И внизу у нас появляются маленькие лужицы. Следующая загадка. Она под осень умирает и вновь весною оживает коровам. Без нее беда. Она их главная еда. Что это, ребята? Совершенно верно. Это травка. Но посмотрите, какая она. Весной у нас зеленая травка. А посмотрите, осенью она у нас уже желтеет. Рук нет, а стройсь умеет. Молодцы, это птица. Сейчас, ребятки, мы будем с вами работать. Откройте все свой букварик. Нашли страничку 11. Готовы, да все? Ребятки, посмотрите внимательно. Что мы видим? Мы видим веточку. Ребята, это веточка сосны. Давайте разделим слово сосна на слоги. Ну-ка. Сосна. Значит, в слове сосна сколько у нас слогов? Сосна. В слове сосна у нас два слога. Давайте проставим ударение в этом слоге. Сосна. Умнички. В слове сосна у нас ударение падает на второй слог. Сосна. Сосна. А какой звук мы тянем? Конечно же ударение падает на гласный звук А. Сосна. Ребятки, у вас в учебнике есть схема к этому слову. Давайте разберем эту схему. Сосна. С. Звук С. Какой у нас, ребятки? Твердый. Сосна. Звук А у нас гласный. Звук С. С. Твердый, поэтому синий квадратик. Звук Н. Н. Твердый. Квадратик синий. И звук А, на который падает ударение, красного цвета. Сосна. Ребятки, постарайтесь эти схемы зарисовать в свои рабочие тетрадочки. Посмотрите, ребята, следующее дерево, которое у вас на экране, это клен. Клен. Посмотрите, это веточка клена. В слове клен, ребята, сколько слогов? Клен. Клен. Умнички. В слове клен один слог. Но, ребята, посмотрите, что мы здесь видим. Совершенно верно. Звук К. Твердый. Звук Л. Л. Мягкий. А почему? Совершенно верно. Потому что после звука Л следует гласный Ё. А звук Ё обозначает мягкость согласного, который находится перед ним. Клен. Поэтому этот квадратик мы раскрасили не синим, а зеленым цветом. Звук. Посмотрите. Клен. Слышим звук О. И, конечно же, он у нас гласный. Последний звук Н. Н. Он у нас согласный. Итак, ребята, посмотрите. В этом слове всего один слог. И посмотрите, есть ли ударение? Нет. Значит, если слово состоит из одного слога, то ударение не ставится. Следующее слово, ребятки. Посмотрите, какое это дерево, оно вам должно быть очень знакомо. Это веточка. Умнички. Дуба. Вы, наверное, сразу же узнали, что это плод дуба. А называется, ребята, он желудь. Посмотрите. Дерево. Дуб. 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 Сколько слогов в этом слове? Один. Звук Д согласный синим цветом. Звук У гласный красным цветом. Звук Б тоже согласный твердый. Поэтому вы делились синим цветом. Ребятки, вы знаете что? Я вам хочу сегодня раскрыть еще один секрет. Что согласные звуки бывают твердые и мягкие. Но еще они бывают звонкие и глухие. Вот смотрите. Давайте с вами произнесем звуки. Б. Г. Л. Посмотрите. Если мы закроем свои ушки и произнесем эти звуки, то услышим в ушках звон. Б. Г. Л. Если звенит, значит это звонкий согласный звук. А ну-ка, снова приложили ладошки к ушкам. Произносим звуки. К. К. С. С. Произнесли вместе со мной? Если не звенит, значит это глухие согласные звуки. Не переживайте, ребята. Если сегодня вы не запомните, какие звонкие, какие глухие, мы это будем повторять и на следующих наших уроках. Ребята, в зависимости от того, какой гласный стоит после согласного, согласный может быть твердым или мягким. Мы это уже запомнили. А сейчас поработаем с вами по картинке на страничке 11. Нашли все ее? У вас в учебнике она снизу. Будьте внимательны, ребятки. Давайте с вами подумаем, какое время года изобразил художник на своей картине? Совершенно верно. Он изобразил осень. А как вы догадались, что это осень? Совершенно верно. Вы увидели, что идет дождь. Посмотрите, листья на деревьях какие? Совершенно верно. Листья пожелтели. Посмотрите, кого мы видим на заднем плане? Совершенно верно. Птички. А что они делают? Они улетают в теплые края. А как одеты дети? Умнички. Дети одеты уже тепло, потому что наступила осень, а осенью мы должны одеваться теплее, чтобы не заболеть. Ребята, сегодня я вас познакомлю с одним замечательным стихотворением, которое тоже есть у вас в учебнике. Вы готовы? Я сейчас вам его прочитаю, а вы пока послушайте. А те из вас, кто уже умеет читать, можете читать вместе со мной. Вы готовы? Слушайте. Если на деревьях листья пожелтели, если в край далекий птицы улетели, если небо хмурое, если дождик льется, это время года осенью зовется. Я думаю, вы знаете, ребята, что у нас наступила осень, и, конечно же, природа изменилась. Посмотрите, что изменилось на своих картинках. Листья пожелтели, птицы улетели в далекие края. Какое небо осенью? Умнички. Небо осенью у нас хмурое, часто на небе бывают серые тучки, часто идет дождь. И это время года мы называем осенью. Закрепим знания наши об осени. Ребята, осенью у нас птицы улетают. Осенью мы собираем урожай. Осенью мы одеваемся теплее. Осенью у нас начинается листопад. Посмотрите, какой листопад у нас на экране. И, конечно же, осенью у нас часто идут дожди. Солнышко светит реже. Посмотрите, листики опадают. Ребята, посмотрите, кого вы видите. Совершенно верно. Это девочка. А зовут ее Алина. И наша с вами задача догадаться, с какого дерева лист в руках Алины. Вы догадались? Ну, конечно же, мы об этом дереве с вами сегодня говорили. И я думаю, что вы знаете, что справа у нас дуб, слева у нас береза. И, конечно же, в руках у Алины у нас листочек дуба. Ребята, в середине октября лужи на дорогах. И ребята говорят, в лужах листьев много. Там гоняет листья эти озорной осенний ветер. Вот в азарте встали дети. В середину лужи там виднее им, как ветер эти листья кружат. И руками подгоняют дети их немножко. Прямо в лужи опускают голые ладошки. Только к вечеру, ребята, насморк получили. Мы же сами виноваты. Ноги промочили. Насморк детям не полезен. Больше в луже не полезен. Ребята, я вас очень прошу с наступлением осени одеваться по погоде. И, конечно же, стараться обходить лужи, чтобы не заработать насморк и не заболеть. А сейчас, ребята, подведем итоги нашего урока. Чему мы учились на уроке? Совершенно верно. Сегодня на уроке мы с вами учились расставлять ударения. Узнали, какой слог у нас ударный, на какие гласные падает ударение. Сегодня мы узнали, что согласные звуки бывают твердые и мягкие, звонкие и глухие. Познакомились с изменениями в природе, которые наступают с наступлением осени. Знаем, что происходит осенью и как нужно себя вести осенью. А сейчас, ребята, вспомним, из чего состоит наша речь. Совершенно верно. Наша речь состоит из предложений. Что выражает предложение? Умнички. Предложение выражает законченную мысль. А из чего же состоят предложения? Совершенно верно. Предложения состоят из слов. Слова у нас делятся верно на слоги. И ударение – это выделение голосом одного из слогов с большей силой. И, конечно же, зависимость от того, какой гласный стоит после согласного, согласный может быть либо твердым, либо мягким. Молодцы, ребята! Сегодня вы отлично поработали. Я желаю вам, ребята, крепкого здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые родители! Мы начинаем урок письма в первом классе. И тема нашего урока – письмо прямой с закруглением внизу и вверху. Ну-ка, посмотри, дружок, ты готов начать урок? Все ли на месте? Все ли в порядке? Ручка, пропись, карандаш? Все ли правильно сидят? Все ли внимательно глядят? Все приготовили пропись, карандаш и ручку? Тогда мы начинаем. Сели ровненько? Ребята, вспомним правила посадки при письме. Вспоминаем, как мы сидим за столом. Прямо за столом сиди. Спину ровненько держи. Ноги устойчивы на полу под прямым углом к столу. Не забывайте, вот так же вы должны сидеть. Дальше посмотрите, ребятки, правильно возьмите в руки ручку. Не забывайте о том, что ручку мы держим тремя пальчиками. Если хочешь красиво писать, правильно расположи тетрадь. По сигналу писать начинай, не торопись, себя проверяй. Эти правила важны, теперь уверенно пиши. Запомнили? Молодцы! Ребятки, есть у нас детки, которые пишут правой рукой. То есть, если вы держите свою ложку, свои карандаши правой рукой, значит вы правша. А если вы держите ложку левой рукой, значит вы левша. Посмотрите, это ручка в руке правши, а это ручка в руке левши. Теперь посмотрите, как правильно расположить тетрадь. Это тетрадь, которой работает ребенок, который пишет правой рукой. Положили тетрадь правильно? Молодцы! А это ребенок, который пишет левой рукой. Пожалуйста, ребята, не забывайте о наклоне тетради. Дома, ребята, вам нужно было дописать шестую и седьмую строчки прописи. Я уверена, что ваши учителя проверили ваши работы и, конечно же, вы отлично справились с каждым заданием. Ребята, давайте вспомним. Для того, чтобы работать в прописи, мы с вами должны вспомнить, что пишем мы в тетради в линейку. А как же называется вот эта узкая линейка? Совершенно верно. Она называется рабочая строка. Запомнили? Рабочая строка. А как называется широкая? Совершенно верно. Это вспомогательная строка или междустрочное пространство. Она нам будет помогать в работе. Итак, ребятки, открываем свои прописи на страничке шесть. У вас открыто. Найдите все, пожалуйста, страничку шесть. Перед нами страничка шесть вашей прописи. Найдите первую строчку. Ребята, посмотрите, какая она широкая или узкая? Узкая – это рабочая строка. Ребята, давайте вместе подумаем. Сегодня все ликуют. В руках у детворы от радости танцуют воздушные шары. Согласны со мной? У вас тоже у многих есть дома воздушные шарики. Посмотрите, а какой формы эти шарики? Умнички! Они в форме сердечек, которые мы с вами сегодня будем учиться писать. Готовы? Молодцы! Ребятки, я буду вам показывать на доске, а вы будете работать в своих прописях. Готовы? Ребятки, вспоминаем, что у рабочей строки есть нижняя линеечка и верхняя линеечка. Начинаем писать наше первое сердечко чуть ниже верхней линейки рабочей строки. Ставим точку. На счет и закругляем и раз доводим до нижней линейки рабочей строки. А сейчас, ребята, посмотрите, вам нужно с этой стороны, с правой поставить точечку и снова нарисовать такой же элемент. Не торопитесь, старайтесь соблюдать одинаковое расстояние между сердечками. Ребята, можете раскрасить эти сердечки, которые напоминают нам воздушные шарики своим любимым цветом. Постарайтесь дописать строку до конца. Те, кто написали, положите ручки. Ребятки, а сейчас будем работать дальше. Мы с вами научимся писать следующие элементы. А называются они короткая прямая линия с закруглением внизу вправо и короткая прямая линия с закруглением внизу влево. Ребятки, посмотрите, пожалуйста, как напишут этот элемент мой карандашик. Посмотрите, начинаем с верхней линеечки рабочей строки. Второй элемент. Начинаем тоже сверху с красной точечки. Вы готовы? Всем понятно? Я буду писать на доске, а вы в своих рабочих тетрадочках. Посмотрите, начинаем с верхней линеечки рабочей строки. На счет раз, ведем вниз линию, доводим до нижней линеечки и закругляем и доводим до середины. Отступаем место. Теперь будем писать второй элемент. Ребятки, если кому-то сложно, можете потренироваться в воздухе. Мы с вами этот элемент уже писали. Давайте еще раз. Раз. И. Я думаю, что многие из вас сегодня справятся с легкостью, потому что дома очень много тренировались. Ребята, а сейчас мы напишем второй элемент. Вы готовы? Будьте внимательны. Начинаем его писать с верхней линеечки рабочей строки. Ведем вниз на счет раз, доведя до нижней линеечки закругляем и. Еще раз. Напишем в воздухе. Нашли верхнюю линеечку рабочей строки, ведем сверху вниз. Раз. И. Еще раз. Раз. И. И. Успели? Работаем вместе со мной. Будьте внимательны. Не забывайте о расстоянии между прямыми линиями. Раз. И. Раз. И. Дописывайте строчку до конца, а сейчас положите свои ручки. Молодцы, ребята. А сейчас я работаю на доске, а вы работаете в своей прописи. Находим середину рабочей строки. Мы будем писать прямую линию с закруглением вверху. Вы готовы? И. Раз. Отступаем место. Еще раз. Будьте внимательны. Смотрите. И. Доводим до верхней линеечки. Закругляем. Раз. Довели до нижней линеечки и остановились. Напишите в воздухе вместе со мной. И. Раз. И. Раз. А сейчас продолжим работать в прописи. Дописывайте строчку, не торопитесь. Дописали? Мы продолжаем. Ребята, подумайте. Я в любую непогоду уважаю очень воду. Я от грязи берегусь чистоплотный серый. Молодцы. Это, ребята, гусь. Как вы думаете, почему у нас на экране гусь? Умнички. Потому что наш гуси очень похожи на следующий наш элемент. Посмотрите. Также можно сравнить. Посмотрите. Это индюк. Тоже, да? Голова индюка, шея похожи на наш следующий элемент. Будьте внимательны. Мы с вами сейчас напишем элемент. Наклонную палочку с закруглением вверху влево и внизу вправо. Я работаю на доске, а вы работаете в прописи. Начинаем. Находим середину рабочей строки и закругляем, ведем вниз. Раз, и. Еще раз. И, раз, и. Напишем в воздухе. И, раз, закругляем, и. И, раз, и. Успели? А сейчас работаем вместе. Вы в тетрадочках, а я на доске. И, раз, и. И, раз, и. И, раз, и. И, раз, и. Дописываем строчку и кладем ручки. Дописали? Умнички. Я думаю, что каждый из вас справился с этой работой. Очень хорошо. А если кто-то немножко не дописал, то у вас будет время дописать эти строчки до конца. Ребятки, итак, подведем итоги урока. Чему мы учились на уроке? Правильно. Сегодня на уроке мы учились писать прямые линии с закруглением внизу и вверху. Какие элементы писали, я думаю, что каждый из вас запомнил. И научат писать эти замечательные элементы своих младших братишек и сестренок. Дома, ребята, в прописи вам нужно будет на страничке 6 дописать шестую и седьмую строчки. Посмотрите, как наши гуси рады тому, что вы прекрасно работали на уроке. Конечно же, ребята, каждый из вас очень старался. Вы молодцы. Я желаю вам крепкого здоровья. На этом наш урок подошел к концу. До скорых встреч, дорогие ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Здравствуйте, дорогие ребята. И уважаемые родители. Мы начинаем урок математики в первом классе. Ребята, тема нашего урока – расположение предметов. Сегодня на уроке, ребята, мы с вами закрепим понятие наверху-внизу. Снизу-вверх, слева-справа, справа-налево, между, рядом, вперед, сзади, а также будем упражняться в письме прямых линий. Ну-ка, проверь, дружок, готов ли ты начать урок? Все ли на месте? Все ли в порядке? Книжка, ручка и тетрадка. Проверили, ребята? Все проверили, положили перед собой, будьте, пожалуйста, внимательны. Ребята, дома вам нужно было закончить работу в рабочих тетрадях по математике на странице 5 и поработать по учебнику на страничке 8. Я уверена, что все вы прекрасно справились со своим заданием и выполнили работу очень хорошо. Давайте вспомним, как называется эта рука. Это правая рука. Молодцы! А рука, которая слева от меня – это левая рука. Ребятки, подумайте, пожалуйста, у этого героя дружок есть пятачок. Он ослику в подарок нес пустой горшок, лез в дупло за медом, пчелу гонял и мух. Имя медвежонка, конечно, совершенно верно – Винни-Пух. Вспомнили этого забавного медвежонка? Он сегодня очень хочет побывать на нашем уроке. Ребятки, посмотрите, пожалуйста, как зовут героя, который от вас справа. Верно, это пятачок. А слева от вас кто? Молодцы! Это Винни-Пух. Справа пятачок, слева Винни-Пух. Будьте внимательны. Кого мы видим справа? Это сова. А слева уже знакомый нам Винни-Пух. Ребята, а где сидит сова? Сова у нас сверху, Винни-Пух у нас снизу. А сейчас посмотрим и назовем каждого из героев. Пятачок, Винни-Пух, Ослик и А, и Сова. Ребята, кто сидит перед совой? Перед совой, ребята, у нас сидит Ослик. Будьте внимательны. Кто стоит перед Осликом? Совершенно верно. Перед Осликом у нас Винни-Пух. А кто у нас находится между Винни-Пухом и совой? Ослик. Кто находится между Пятачком и Осликом и А? Верно. Винни-Пух. Сколько героев мы видим на экране? Посчитаем, ребятки. Один, два, три, четыре. А сейчас посчитаем в обратном порядке. Четыре, три, два, один. Будьте внимательны, ребятки. Кто идет впереди? Совершенно верно. Впереди идет Винни-Пух. А кто идет за Винни-Пухом? Совершенно верно. За Винни-Пухом или сзади идет Пятачок. Сколько героев вы видите на экране? Совершенно верно. На экране у нас два героя. А сейчас, ребятки, вспомните, как Винни-Пух с Пятачком пришли в гости к ролику. Сколько героев? Один, два, три. Совершенно верно. Посмотрите, пожалуйста, кто стоит справа от вас? Совершенно верно. Это кролик. Кто слева от вас? Верно. Это Пятачок. А кто находится между Пятачком и кроликом? Совершенно верно. Это Винни-Пух. Ребятки, посмотрите на Винни-Пуха. Что он держит? Совершенно верно. Он держит воздушные шары. Сколько воздушных шаров у Винни-Пуха? Один, два. Ребята, а какого цвета воздушные шарики? Совершенно верно. Голубого и зеленого. Ребятки, сейчас перед вами снова ваши любимые герои. Посмотрите, кто у нас на экране впереди? Пятачок, Винни-Пух и сова. Кто находится между Пятачком и совой? Верно. Между совой и Пятачком находится Винни-Пух. А кто у нас сзади? Совершенно верно. Сзади у нас ослик и кролик. А сколько же теперь героев? Посчитаем. Один, два, три, четыре, пять. Стало пять героев. Здесь у нас очень радостные герои нашего любимого мультфильма Винни-Пух и все-все-все. Ребятки, сейчас мы с вами немножко вспомнили, а теперь работаем по учебнику. Пожалуйста, откройте все страничку 8. Будьте внимательны. В вашем учебнике, ребята, сверху есть картинка. Вы нашли ее все? Молодцы. Давайте поработаем вместе. Итак, что мы видим на вашей картинке справа? Совершенно верно. Справа мы видим цветные карандаши. Что мы видим слева? Слева мы видим стопки книг. Что мы видим в середине? Значит, в середине мы видим альбомы для рисования. Сколько у нас цветных карандашей? Посчитаем. Один, два, три, четыре. А какого цвета карандаши? Какие карандаши сверху? Правильно, сверху у нас карандаши красного цвета. А сколько красных карандашей? Молодцы. Один, два. Какой карандаш находится снизу? Верно. Это карандаш синего цвета. Карандаш какого цвета? Между карандашами красного и синего цвета. Совершенно верно. Карандаш зеленого цвета. Всего у нас четыре карандаша. Карандаши имеют общее свойство какое? Общее свойство это назначение. Это карандаши для рисования. А различаются они чем у вас? Различаются они цветом. Молодцы, ребятки. Смотрим дальше. Это у нас. Совершенно верно. Это альбомы для рисования. Ребятки, сколько альбомов сверху? Молодцы. Сверху один альбом, снизу тоже один альбом. А сколько всего альбомов? Совершенно верно. Всего у нас два альбома. Посмотрите, какие яркие альбомы, в которых вы будете работать на уроках рисования. Ребятки, мы уже с вами сказали, что справа у нас находится стопка книг. Давайте посмотрим, какие это толстые книжки, ребята. Это, ребята, сказки, которые вы будете читать. Я думаю, что вы знаете пословицу, кто много читает, тот много знает. Ребята, а сколько же книжек? Одна, две, три, четыре, пять. Вы тоже посчитали пять? Молодцы. Ребятки, посмотрите. Значит, снизу у нас книжка в черном переплете, здесь в оранжевом, в сером переплете и в голубом. Посмотрите, книжки имеют общее свойство, это назначение, да? Книжки нам нужны для чтения. Также у них что общее? Совершенно верно. Общее то, что они все очень толстые, да, это книжки. Но разное, что о них разного цвета переплет. Молодцы, ребята. А как можно назвать все эти предметы одним словом? Совершенно верно. Это у нас школьные принадлежности, которые нам нужны на занятиях в школе. Ребятки, пожалуйста, не забывайте о том, что нужно очень аккуратно обращаться со школьными принадлежностями. Обязательно обвернуть книги и не забывать о том, что брать их можно только чистыми руками. Ребята, смотрим на следующую картинку. Что мы видим? Совершенно верно. Мы с вами знаем, что это большие тарелки. Справа у нас находятся тарелки с чем? Верно. Это тарелка с овощами. Ребята, а какие здесь овощи? Посмотрим. Это у нас морковь, помидоры, картофель и огурцы. Ребята, а слева у нас, верно, это тарелка с фруктами. Какие фрукты мы видим на тарелке? Яблоки, груши, слива и вишня. Я думаю, что многие из вас знают, что когда вы едите фрукты или овощи, вы обязательно должны их тщательно промыть водой. И, конечно же, не забыть перед едой помыть свои руки с мылом. Ребятки, посмотрите на следующий рисунок. В ваших учебниках есть следующие рисунки. Что мы видим на рисунке справа? Совершенно верно. Справа у нас, ребята, воздушные шары и мечи. Что находится сверху? Мечи или воздушные шары? Совершенно верно. Сверху находятся воздушные шары. А какого цвета воздушные шары? Давайте вместе назовем. Синего, красного, зеленого цвета. А сколько у нас мечей? Совершенно верно. Три меча. Какого цвета? Тоже красного цвета. Ребятки, а чего больше? Посмотрите, мечей или воздушных шаров? Совершенно верно. Если мы посмотрим, то сразу можем сделать вывод, что количество воздушных шаров и мечей одинаковое. Три воздушных шарика и три меча. Ребята, посмотрите, похожи ли эти предметы по форме. Мечи у нас имеют форму шара, а воздушные шары у нас имеют форму овала. По форме они разные. И разные они по цвету. Но одинаковые, ребята, они по назначению. И воздушными шарами и мечами очень любят играть детки. Ребятки, посмотрите на картинку слева. Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Что вы видите? Совершенно верно. Это цветы. Ребята, давайте вспомним, как называются цветы, которые от вас справа. Молодцы. Я думаю, что все узнали, ребята, что эти цветы называются ирисы. Повторите еще раз. Ирисы. Молодцы. Ребята, а какого цвета эти ирисы? Совершенно верно. Ирисы у нас сиреневого цвета. Ребятки, а сколько ирисов? Верно. Один, два, три, четыре, пять. Пять ирисов. Ребятки, а слева от вас тоже цветы. Как же они называются? Совершенно верно. Я думаю, что все узнали. Это розы. Ребятки, какого цвета розы? Совершенно верно. Розы у нас красного цвета. А сколько же роз? Считаем вместе. Одна, две, три, четыре, пять. Умнички, я думаю, что вы тоже посчитали, что роз пять. Давайте подумаем, чего же больше, ирисов или роз? Роз. Подумали? Молодцы. Делаем вывод, ребятки, что ирисов пять, роз тоже пять. Значит, количество цветов справа и слева одинаковое. Ребятки, я думаю, что у каждого из вас во дворах школ, во дворах домов цветут такие прекрасные цветы. И многие из вас очень любят обрывать эти цветы. Я вам хочу сказать, что вы не должны их обрывать, потому что вы, оборвав цветы, укорачиваете их жизнь. Цветы и природу, ребята, нужно беречь. Работаем дальше, ребята. Посмотрите на следующую иллюстрацию. Что мы видим? Справа у нас корзина с яблоками. Ребята, посмотрите, можно ли сосчитать, сколько яблок в корзине? Конечно же, нет, потому что яблок там очень много. Ребята, а что у нас слева? Совершенно верно, это ящик с болгарским перцем. Ребята, давайте посмотрим, можно ли сосчитать количество перцев в ящике? Тоже нет, потому что перцев тоже много. Значит, много у нас яблок и много перца. Множество яблок и множество перца. Ребята, давайте подумаем. Яблоки – это фрукты, перец – это овощи. Значит, делаем вывод, что у этих предметов одинаковое. Делаем вывод, ребята, что предметов в корзине, то есть яблок много, перца тоже много, и сосчитать мы пока не можем. А когда немножко научимся, то, конечно же, все с легкостью сосчитаем. Еще раз, справа фрукты – это яблоки, а слева овощи – болгарский перец. Ребята, продолжаем работать. Посмотрите, пожалуйста, что мы видим. Совершенно верно, это геометрические фигуры, с которыми мы с вами уже знакомились на предыдущих уроках. Ребята, а какие фигуры? Совершенно верно, это круг, квадрат, треугольник. Ребята, какого цвета у нас круг? Верно, круг красного цвета. Какого цвета квадрат? Умнички! Квадрат синего цвета. Какого цвета треугольник? Треугольник зеленого цвета. Посмотрите, ребята, какая фигура находится от вас справа. Справа зеленый треугольник. А какая фигура от вас находится слева? Красный круг. Ребята, это расположение называется последовательно, когда одна фигура следует за другой. Что общего у этих фигур? Общее то, что это все геометрические фигуры. Чем они отличаются? Отличаются цветом, отличаются формой, но у них одинаковое назначение. А сейчас, ребята, встаньте, пожалуйста, немножко отдохнете и будете повторять движения за героями нашей физики. Отдохнули? Молодцы! Тогда мы продолжаем. Ребятки, откройте, пожалуйста, свои рабочие тетради. У вас в рабочих тетрадочках есть страничка 5. Найдите, пожалуйста, ее. Что вы видите на рисунке сверху? Совершенно верно. На рисунке сверху вы видите дорогу. Ребята, а какие предметы мы видим на дороге? Умочки. Это у нас светофор. Пожалуйста, давайте вспомним, сколько цветов у нас у нашего светофора. Три цвета есть у светофора. Вы знаете, красный цвет – проезда нет. Желтый – будь готов к пути, а зеленый цвет – кати. Тветофор. Ребята, как вы думаете, что за предметы слева и справа от вас? Совершенно верно. Это машины. А какие это машины? Умнички. Это, ребята, у нас легковые машины. А сверху у нас грузовые машины. Ребята, сколько машин справа? Две. Слева тоже две. Ребята, как вы думаете, а почему машины стоят? Совершенно верно. Машины стоят, потому что горит красный свет, и они ждут, когда загорится зеленый. Я думаю, что каждый из вас, ребятки, когда будет переходить дорогу, будет очень внимательно соблюдать и, конечно же, смотреть, какие сигналы светофора горят. Вот еще раз посмотрим на картинку, и не забываем о том, что машины у нас бывают легковые, грузовые. А сейчас, ребята, приготовьте, пожалуйста, ручки. Мы с вами будем работать над прямой линией в рабочих тетрадях. Я буду писать на доске. Вы готовы? Начинаем. Итак, для того, чтобы написать прямую линию, мы ставим точечку в правом верхнем уголочке. И на счет раз ведем прямую линию, доведя до нижнего правого уголочка, довели. Нашли снова уголочек. Дописываем. Эти элементы, ребята, мы с вами уже писали, поэтому я думаю, что вы с легкостью сейчас их напишите. Допишите, пожалуйста, до конца. И мы переходим к следующей строке. Ребятки, посмотрите. Сейчас мы с вами будем продолжать работать над заборчиком, который перед вами. Итак, он состоит из горизонтальных и вертикальных линий. Нашли все правый верхний уголочек. Ведем вниз по правой стороне нашей клеточки. Довели до правого нижнего уголочка. И из правого нижнего уголочка ведем прямую линию до правого нижнего уголочка, поднимаемся вверх, слева. Допишите, пожалуйста, до конца. Я думаю, что каждый справился с этой работой, потому что на прошлом уроке мы писали похожие заборчики. Не переживайте, ребятки, если кто-то не успел, допишите в свободное время. А сейчас закрепим то, что мы с вами сегодня узнали. Ребятки, вспоминаем, какие деревья от вас справа? Совершенно верно. Это груши. А это, ребята, дерево называется яблонь. Посмотрите, плод яблони называется яблоко, а плод груши называется груша. Сколько у нас справа груш? Совершенно верно. Справа две груши. А сколько слева яблонь? Совершенно верно. Слева две яблони. Ребята, а каких деревьев больше? Совершенно верно. Количество деревьев одинаковое. Я вам хочу еще сказать, ребята, что это плодовые деревья, потому что они у нас плодоносят. Посмотрите, ребята, что мы видим здесь? Совершенно верно. Это цветные карандаши, а это простые. Какие карандаши от вас справа? Совершенно верно. Это простые карандаши, а слева от вас цветные карандаши. Я думаю, что вы каждому уроку, ребята, будете также аккуратно готовить свои школьные принадлежности. Ребята, ослик Иа немножко расстроен, нужно ему помочь. Он не знает, как называются фигуры, которые находятся сверху. Ну, конечно же, ослик, это квадратики. Какого цвета квадратики? Красного, зеленого, желтого, синего. И, конечно, давайте ему напомним, что снизу у нас круги. Сколько кругов? Один, два, три, четыре. А какого цвета круги? Они тоже красного, зеленого, желтого и синего цветов. Чего больше, ребятки? Квадратов или кругов? Конечно же, количество квадратов и кругов одинаковое. Четыре круга, значит, четыре квадратика. Итак, ребятки, пожалуйста, запомните задание, которое вам нужно будет выполнить дома. В учебнике на страничке 8 вам нужно будет вспомнить о предметах и сравнить, о которых мы сегодня говорили. В рабочей тетради дописать элементы на страничке 5. Вот они перед вами. Ребята, герои мультфильма Винни-Пух и все-все-все очень довольны вашей работой. Посмотрите, как они рады. Но хочу вам напомнить, что вы не должны забывать о гигиене питания. Вы не должны забывать, что нужно обязательно мыть руки перед едой и мыть все овощи и фрукты, которые вы собираетесь покушать. На этом наш урок подошел к концу. Вы отлично поработали. Берегите здоровье, ребята. До новых встреч.